привет друзья сегодня мной с вами канал я и мой хвост и я его ведущий олег стало поступать мне очень много писем по поводу того как правильно ласкать щенка и надо ли это делать и правильно ли это что мы ласкаем щенка потому что посмотрев мои передачи почему-то люди стали сомневаться стоит ли это делать я неоднократно говорил о том что ласки щенку собаки вообще в принципе не нужны что нужны они для человека то что не очеловечиваете но это абсолютно не значит что ласкащенко не надо когда вы ласкаете своего питомца между вами формируется такая незримая связь понимаете вы начинаете приобретать вот как раз хорошего друга лучшего друга у собаки у собаки вырабатывают эндорфины то есть это гормоны радости так называемые наркотики вырабатываемым организмом и поэтому ласки щенку конечно же и собаки любой собаки они обязательно нужны вы повышаете ей настроение как собаки повышаете настроение так повышаете настроение себе другое дело что нужно правильно это делать не надо постоянно ласкать собаку вот мне пришло письмо от татьяны от елены от виктора дай бог память там вот это вот я запомнил хорошо следующий уже не помню но порядка 60 писем как раз вот такого содержания как правильно нужно ласкать щенка значит смотрите все зависит от породы почему от породы я сейчас объясню потому что когда вы часто гладите какого-то выставочного щенка да у которого еще не сформировались ушки они не встали ушки то есть породы например немецкая овчарка да там или вот со стоячими ушами любая порода абсолютно когда вы начинаете гладить щенок инстинктивно начинает прижимать или рефлектор начинает прижимать ушки то есть он он радуется он показывает что вы хозяин перед ним ну как как и все собаки когда прижимают ушки начинает гулять хвостом не надо чтобы у щенка не сформировавшийся вот часто были ушки прижатый потому что они еще не стали до конца не сформировались под процессами вот эти вот и поэтому прижатые ушки для щенка они не нужны то есть гладьте вот как правильно гладить да гладьте больше шею гладьте больше грудь брюшко похлопываете вот таким вот образом ну опять же вот смотрите татьяна мне пишет что когда она приходит домой она сдерживает себя чтобы значит как бы не погладить его своего щеночка татьяна почему гладьте пожалуйста проблем нету единственное что сделайте выдержку то есть вот щенок например радуется когда вы пришли домой это называется возбужденное состояние возбужденное состояние поощрять не надо поэтому дождитесь момента когда щенок успокоится и вот когда он успокоится вот тогда подходите и гладьте поощряйте его спокойное состояние идем дальше что такое поощрение то есть мы с вами говорили постоянно о мотивации то есть игровая мотивация обучающая да вот я вот своих видео роликах использую очень часто меня акбар мотивировал на игру любое выполнение команды я поощряю игрой и собаки пищевики то есть зоовитальная мотивация да то есть это те собачки которые мотивируются именно на подкормку но также есть собачки которые мотивируется социальная мотивация то есть ей этой собаки очень важно чтобы вожак стаи то есть в вашем лице он похвалил поэтому конечно же поощряйте я каждый раз говорил то есть заканчивая к выполнение команды если собачка правильно выполнила команд значит нужно погладить ее похвалить вот пожалуйста вам обнимашечки целовавшечки ваши выражения эмоции для чего вы собственно говоря и взяли собачку ну ребята заслужите доверие заслужите уважение любите обнимайте своих собак но делайте это с умом с вами был канал я и мой хвост я его ведущий олег заслужите доверие заслужить уважение у вас все получится и и